Приветствую вас! Давайте попробуем последовательно ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. Значит, первое, вы спрашиваете, что делать, если вся родная мужа настроилась против меня? Ну, для начала, для начала, не забывайте о том, что все-таки живете вы, наверное, с мужем. В большей степени, а не с роднёй. И что родная, родня, роднёй, но поскольку живете вы с мужем, вот, что обращать внимание нужно в первую очередь именно на мужа. Не на родню, на мужа. Вот. Это первое. Значит, дальше. Второе. Вы пишите, что мы с мужем расставались на время, потом снова зашли. Соответственно, есть некие причины, по которым вы со своим мужем расставались. Я не знаю, конечно, решили ли вы или нет свои проблемы, по которым вы расстались. Вот. Вот. Но вне зависимости от этого. От этого всё равно необходимо выяснить. Вот. Необходимо выяснить, почему вы со своим мужем расставались, что послужило причиной этого, вот, чтобы, значит, эти проблемы, из-за которых вы расстались, вот, чтобы они снова не повлияли на ваши отношения. С самую сторону, что влиять они, конечно, конечно же, могут. Вот. Вот. Дальше. Вы пишите, что, значит, на это время, когда мы расстались с мужем, я, конечно, про звукровь ничего хорошего не говорил. Ну, меня, надо сказать, а... несколько интересует, вот, эта идея о том, что вы пишите, вот, что... я, конечно, ничего хорошего не говорил про звукровь. Почему, конечно, и почему ничего хорошего про неё не говорили. Это значит, что какие-то проблемы были у вас, ну, видимо, ещё раньше. Вот. Это значит, что какие-то проблемы были у вас ещё до того, поэтому, как вы... с мужем, с... со своим... со своим... э... rocks... видимо. 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 Раз. Ничего хорошего, про звукровь. Конечно, вы не говорили. То есть, хочу понять меня правильно, я вас не обвиняю, я просто хочу понять, понять эту ситуацию и уже на основе информации, которую, может быть, вы предоставите, которую, может быть, вы для себя сами откроете, вот, в результате, ну, например, моих вопросов, да, и так далее, ну, вот. Уже на основании этого можно будет делать какие-то выводы и давать вам определенные советы, определенные рекомендации, что делать дальше. Дальше я в этом призналась мужу и раскаялась. Любопытно. То есть, хорошего вы ничего не говорили про свекровь, ну, свою, но почему-то раскаялись вы и признались мужу, а не свекрови. То есть, это вот несколько такая, знаете, странная позиция, я бы сказал, потому что, ну, раскаялись вы, допустим, раскаялись. Это понятно, что там, к примеру, да, да, допустим, были неправы, да, и так далее. Но почему бы об этом не сказали свекрови? С ней нужно было разговаривать. Блин, давайте раскаиваться нужно было ей, ведь, про нее же как бы идет разговор, да, вот. А вы почему-то через, ну, через мужа это делаете. Здесь как бы вот вопрос, вопрос их к вам. Дальше. Да, теперь они ненавидят меня сквозь зубы, улыбаются. А, ну, вы знаете, насчет ненависти, это, скорее всего, преувеличение, потому что ненависть чувство сильное, надо сказать. И далеко не каждый человек способен ненавидеть, ну, как, впрочем, и любить. Вот. То есть это одинаково сильное чувство, что ненависть, то любовь, поэтому, если вам, допустим, улыбаются сквозь зубы, да, то это еще не значит, что вас ненавидят. Вот. Я серьезно говорю, это не значит, что вас ненавидят. То есть тут вариантов, может быть, достаточно много. Почему они, к примеру, ведут себя именно так. Вот. Мне только непонятно, откуда ненависть взялась. Ну, как такова вообще. Откуда она взяла? Да. То есть, эээ, муж, что, получается, эээ, значит, рассказал своим родителям о том, что вы, ну, что вы говорили о них. А с их крови, например. Или как? Вот. Просто почему они вас ненавидят? Или они вас ненавидят из-за того, что вы расстались с их сыном? Откуда ненависть взяла, взяла? Это, вот, такой момент. Далее. Ну, улыбаются сквозь зубы. Это, кстати говоря, еще ненависть, это, скорее, просто неприязнь. Вот. Нет, ненависть здесь ни при чем. То есть, ненависть к вам, она бы, эээ, проявлялась бы совсем иначе. Не знаю, поверите вы мне или нет, но ненависть к вам, она проявлялась бы совсем по-другому. Это я, совершенно, точно, точно вам могу сказать. Вот. Поэтому, ну, улыбаются они вам сквозь зубы. Ну, да, это неприятно, конечно. Ну, и что, вы же не, эээ, вы же живете не с ними, а вы же живете с мужем, эээ, со своим. И, если ваши встречи чисто формальны, то, просто их можно перетерпеть. Или, или вообще проще отказаться от них. Сказать, что, зачем мне видеться со своими родными, если, если так, как бы, понятно, как они ко мне относятся. С другой стороны, вы можете всегда поговорить с ними откровенно и, в общем, выразить те мысли, идеи, да, вот то, что, то, что, ну, то, что вы сказали, может быть, своему мужу и так далее. Вот, это тоже такой момент, который, наверное, оценили бы его родители. Вот. Понимаете, какая история. А, вот вы пишете, значит, так, что делать? Муж на моей стороне, их это сильно бесит, сильнее бесит. А, что делать, что делать, чтобы, чтобы что, Кристина? Чтобы что делать? Можно, например, гармонизировать отношения вашей пары, чтобы вы больше не расставались и чтобы никто из меня на вас не влиял. Можно попытаться наладить отношения с вашими родными. Вот. Правда, честно скажу, что, ну, как бы, не очень понятно, зачем вам это нужно, да? Вот. Но, тем не менее, можно, можно попытаться наладить отношения с вашими родными. Вот. Можно попытаться как-то, ну, гармонизировать их, эти отношения. Естественно, от вас потребуются усилия. Естественно, от вас потребуются заплаты. Вот. Можно разобраться и в себе, Кристина, можно и в себе разобраться и вам самой ответить себе на вопрос, почему у вас была неприязнь к свекрови и почему вас это сейчас задевает. То есть, грубо говоря, почему вас бисит то, что, ну, то, что других бисит. Ну, так я бы сказал. Да? Вот. То есть, на самом деле, это, ну, такое достаточно, достаточно простая. Полиция. Да? Вот. То, что, вот, нужно понять. Да? То, что, вот, нужно понять. Да? То, что нужно понять просто. Почему так? Вот. Вот. Нужно понять просто. Почему вы, ну, вот, так реагируете. Реагируете. Это ведь у вас не просто. Это ведь чем-то обусловлено. Поэтому для начала необходимо определиться с, собственно, целями. Да? То есть, с тем, вот, ну, с тем, чего вам хочется. С тем, что для вас, собственно говоря, важно. Вот. И уже исходя из этого, исходя из того, что конкретно вы хотите изменить. Да? Мы, как психологи, вам в этом запросе, ну, в клиентском запросе, да, поможем. А так, вы не описываете цель. То есть, я пока, я пока, пока, я пока могу выделить только то, что, вот, у вас, допустим, с мужем, да, нет адекватного, ну, адекватных личных границ, скажем. Скажем. Скажем так. Вот. Эти личные-личные границы у вас будет отсутствовать. Слишком много влияния извне, извне, на вас происходит. Вот. Ну, это то, с чем нужно работать уже прямо вот сейчас. Это то, с чем нужно взаимодействовать прямо вот уже на данный момент. Вот. То есть, это то, что можно, можно и нужно скорректировать. Вот. Если вы хотите, конечно. Вот. Если, ну, если вас это интересует, конечно же. Вот. Так что, вот так вот. А, на этом, в принципе, все. А, я надеюсь, что, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. А, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обратите внимание, да, обратите внимание, Кристина, что очень много вашей истории осталось за кадром. Очень много вашей истории осталось за бортом. Вот. И я не думаю, что вы достойны того, чтобы ваша личность принижалась и обесценивалась какими-то общими универсальными ответами. Потому что вы достойны того, чтобы ваша ситуация была разобрана тщательно и досконально, и была выработана именно подходящая для вас стратегия, исходя из ваших обстоятельств. Вот. Значит, какой момент. Не забывайте и другой момент, что одно дело семья, другое дело свекровь. И, к примеру, если свекровь в семье вашего мужа занимает, ну, эдакую, да, условно, эдакую, условно доминирующую позицию. Да, персонал. Грубо говоря, определяет всех вот, кто, ну, определяет отношения, в общем, семьи к кому-либо. Вот. И нужно понимать, что свекровь очень часто ревнует своего сына к любому, к любой женщине, кого бы, ну, кого бы он не выбрал. Понимаете? И это нормально. Такая позиция. К сожалению. К сожалению, она нормальна. То есть, это частое явление, которое позволяет говорить о том, что оно, это явление, скорее норма, чем нет. Вот. Если это просто ревность, а вы проанализировав сами, сможете разобраться. Ревность это ревность. Если это ревность, то тут ничего не поделаться. Тут ничего не поделаться. Это факт. И чем меньше вы будете обращать на это внимание, тем лучше будет для вас. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.